В историко-культурном центре состоялись публичные слушания по проекту Устава муниципального образования. Вел собрание глава поселения Моисей Шмаилов. В зале, кроме членов комиссии, присутствовали городские депутаты и жители. Ранее Советом депутатов был подготовлен проект, редакция которого была опубликована на сайте и в печатных СМИ. На слушаниях зачитывался не весь документ, а лишь та часть, которой коснулись новой правки. Многие статьи пришлось исправлять вследствие изменения законодательства. Мы не только внесли те изменения в Устав, которые назрели и были внесены в федеральное и иное законодательство, но также мы должны были его приблизить к нашей текущей деятельности. В проекте также актуализировали срок полномочий депутатов, теперь они избираются на пять лет, отразили делегирование представителей в районный законодательный орган, а также были внесены предложения по порядку работы Совета, в том числе о созыве заседаний. Очередные заседания проводятся в соответствии с решением Совета депутатов, а уже внеочередные заседания созываются председателем, главой или по требованию не менее чем одной трети от числа избранных депутатов. Не стали долго останавливаться на технических и стилистических правках, но некоторые разногласия все же обсудили. Как правильно? Двух депутатов или двоих депутатов избираем? Это тест на знание русского языка. А тут двоих пока прописано. Правильно, двоих. Вот, мнения разделились уже. Хотя мнения двоякие, правила русского языка в этом случае разрешают применить и количественное, и собирательное числительное. Возможно, что так же, как соединила эти разногласия грамматика, все остальные предложения служат воедино, согласуют, и в скором времени новый устав пройдет процедурный этап утверждения и будет действовать на территории поселения. Елена Бабина, Алексей Руднев, Елена Кушелева. Видное ТВ.